Сегодня я вам расскажу о самом лучшем рецепте домашнего вина из винограда, а также поделюсь очень важными секретами домашнего виноделия. Если вы хотите научиться делать действительно классное домашнее вино и пить его с наслаждением, тогда наберитесь терпения, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, самый лучший рецепт домашнего вина содержит всего лишь два компонента. Первое – это хорошая качественная ягода и компетенция и знание винодела. При этом оба этих компонента частично взаимозаменяемы. Через пару минут я вам все это объясню. Еще желательно, чтобы у вас в арсенале были некоторые приборы. В идеале это рефрактометр. Это штука, которая меряет сахар виноградной ягоде. Причем для этого вам достаточно всего лишь пару капель сока. И пашметр. Он меряет кислотность. Эти вещи желательно, чтобы были у вас в арсенале. Но даже если у вас ничего нету, я вам расскажу, как можно обойтись без них. С ними просто проще и удобнее. Ну и теперь переходим к важным секретам виноделия. И я вам расскажу, как нам скорректировать те или иные вещи. Итак, как я уже сказала, первый компонент нашего рецепта – это качественная зрелая ягода. Ну, с качественной, я думаю, что здесь пояснять не надо. Ягода целая, ягода не гнилая и ягода свежая. Да, здесь все понятно. Второе – ягода должна быть зрелая. И вот как определить ее зрелость? Все очень просто. Определяем по косточке. Косточка должна быть вся, полностью коричневая. Не беленькая, не с полосочками, а полностью коричневая. Если вы, допустим, еще сомневаетесь, да, либо вдруг вы используете виноград, в котором косточки нету, тогда пожуйте хорошенько ягоду. Вот прям хорошенько-хорошенько и прожуйте шкурку. Вот тоже так хорошенько-хорошенько погоняйте ее по рту. В шкурке не должно быть таких неприятных, овощных, посленовых, травянистых тонов. Если с этим все в порядке, отлично, значит, ягода созрела, и мы можем ее использовать именно на деле. Второй момент – сколько должно быть сахара в ягоде? Это такая большая, обширная тема. О ней мы поговорим в отдельном ролике. Измеряем сахар вот этим прибором. Можно еще измерять стеклянным поплавком. Ориометром он бывает маленький, он бывает большой, но это не всегда удобно. Особенно, если вы, например, ягоду покупаете, то есть, чтобы там измерить, надо нажать некоторое количество сока. Да, а здесь достаточно померять капельку. При этом мы берем ягодку нижнюю. В нижней всегда сахара будет меньше, в верхней будет больше. Опять же, если вы особенно виноград покупаете, обязательно это проверьте. Потому что если там кто-то вот как-то писал в комментариях, что купил виноград, а там 12 сахара, ну, из такого винограда сделать что-то толковое, в общем-то, нереально. Что-то получится, но о качестве мы умолчим. Так вот, мы измеряем сахар и кратенько, сколько его должно быть. Если мы будем делать белый легкий вина, то достаточно 17-19% сахара. Если же вы хотите вино плотное, насыщенное, тонинное, и мы с вами видим речь о красных винах, то 20-22 и больше. Если вы хотите вина с остаточным сахаром, чтобы было сладенькое, то там можно и 25 и даже выше. Да, такой виноград бывает, ну, либо мы немножко можем над ним поколдовать, о чем дальше обязательно поговорим. Еще важный момент. Если мы берем ягоду с куста и измеряем в ней сахар, то в итоговом сусли на 1-2% общий сахар может быть ниже. Просто имейте это в виду. Итак, второй секрет виноделия заключается в том, что чем более зрелая ягода, чем больше у нее сахара, тем более плотное и насыщенное вино мы можем сделать. И наоборот, чем меньше сахара в ягоде, либо ягода чуть-чуть недозрелая, я буду подчеркивать это, что чуть-чуть не зеленая, да, с травянистыми, там, овощными, послеными тонами, а вот чуть-чуть она не дотянула, вот если у нас такая ягода, значит, наша задача сделать из нее вино максимально легкое. Либо по белому способу, когда мы отжимаем сок, избраживаем только сок, либо можно подержать на мезгену буквально там денек-два. То есть много мы не держим. И, к примеру, вот ягода с достаточно низким сахаром, 17%, с достаточно высокой кислотой, если мы эту кислоту ощущаем, она будет хороша для приготовления игристых вин. Третьим пунктом мы с вами поговорим о том, что нам делать, если ягода все-таки чуть-чуть не дотянула. Не дотянусь она может по разным причинам. Вы такую ягоду купили, да, вам один ящик дали хороший, второй не очень. Либо вам по каким-то причинам пришлось снять ягоду с куста раньше. Причины могут быть абсолютно любые. Там, где идет какие-то глобальные непогоды, вы уезжаете на два месяца и приедете, уже ничего не будет. Едят птицы, едят осы, мы понимаем, что просто мы вообще потеряем весь урожай. То есть причин может быть много. Что нам делать, чтобы максимально параметры ягоды скорректировать? Тоже эта тема обширная, и здесь я даю только самые основные пункты кратенько. Значит, первое, если не хватает сахара, самый простой способ, к сожалению, не самый лучший, это этот самый сахар добавить. Добавляем мы сразу, либо в течение первых нескольких дней. Вот смесьги, например, сняли сусло, да, и тогда можно добавить сахар. 17 грамм на литр добавляют 1% спирта. Следующее. Можно подогреть ягоду до 40-45 градусов и за сутки-двое увеличить содержание сахара в ягоде на 2-4%. При этом мы не только повышаем сахар, при этом еще снижается кислота. И повышение сахара связано именно с этим. При этом у нас еще идет и улучшение всяких фенольных соединений в ягоде. И если вы хотите насыщенное, плотное красное вино, то этот способ для вас. Как нагреть? Вариантов, на самом деле, может быть несколько. Тут зависит от ваших возможностей, вашей фантазии. Это может быть баня, могут быть вот эти вот коврики, которые наотрез продаются, которые для теплого пола в дальнейшем используются. Следующий способ корректировки. Если ягода достаточно кислая, если мы хотим пить вино рано, опять же сахарка нам немножечко не хватает, то можно сделать карбоническую мацерацию, что это такое? Это брожение целыми ягодами. При этом тоже часть кислоты перерабатывается в спирт, кислотность уменьшается, спиртозность повышается, и такие вина достаточно рано готовы к употреблению. Более подробно об этой технологии на канале есть ролик, и можно посмотреть. Дальше. Если ягода растрескалась или погнила, что делать? Всегда же нам жалко выбрасывать урожай. Смотрите, если она просто потрескалась, опять же, там прошли дожди, ягода потрескалась, мы понимаем, что она сейчас загниет, нам этого жалко, нам жалко своего труда, мы принимаем решение снимать и срезать. В таком случае треск, там еще ничего плохого не произошло, можно с такой ягодой работать. Если уже пошла какая-то гниль, что делать? Конечно, в идеале гнилые ягоды удалить, сильно гнилые ягоды убрать, но тоже если это, например, там легкие трещинки, на которых чуть-чуть плесенька пошла, немножко подгнившая ягодка, а у вас сырья много, и быстро перебрать это не получается, у всех у нас могут быть различные ситуации. В таком случае у нас два варианта. Либо мы добавляем серу, по пропорциям я вам не подскажу, там надо смотреть, надо считать, это делается не по рецепту, а по расчетам. Либо второй вариант, простой в домашних условиях, но единственное, что надо будет немножко потрудиться, это обмакнуть грозди в кипяток, либо обдать их паром. В таком случае вот эта плесень убивается, убивается окислительный фермент, и вы можете получить вполне нормальное сусло, вполне нормальное вино. Четвертый секрет виноделия относится непосредственно к процессу брожения. Важно этому самому брожению не мешать. При этом вы должны знать и понимать, что сам процесс может длиться от пару недель до нескольких месяцев. Очень много параметров на это влияет, на то, сколько там сахара, сколько там кислоты, сколько там питательных веществ для дрожжей, какие там дрожжи работают и так далее, и так далее. То есть процесс может иметь разную длительность. Не надо его ускорять и не надо ему мешать. Ваша задача по возможности поддерживать постоянную температуру, потому что постоянная температура, она для брожения важна. В принципе, температура для брожения важна. Если температура брожения достаточно низкая, значит у нас будет образовываться более тонкая легкая ароматика. Но если температура достаточно высокая, выше 30 градусов, это очень плохо, от 25 до 30, при этом будут получаться такие мужественные тонинные вина. То есть этим вы тоже немножко можете корректировать тот результат, который вы хотите получить. Но важно, чтобы температура эта была постоянная. Сам процесс брожения вначале будет бурным, с бурным выделением пены, с таким вот прям бурлением, да, затем он начнет замедляться. И опять же очень важно не спешить и не мешать. Мой вам совет в работе, используйте гидрозатворы вот такого типа. Они очень информативны и будут показывать даже малейшие процессы, которые там происходят. При этом во время бурного брожения вы не снимаете с осадка. Вообще забудьте про эти там снятия с осадка через 2 недели. И снятие с осадка там каждых 2 недели. Все это плохо, да. Этим вы мешаете. Снимаем мы с осадка. Тогда, когда у нас вино отбродило раньше, его трогать не нужно. Как понять, что оно отбродило, нам покажет гидрозатвор. И еще не надо добавлять сахар дробно, потому что добавление сахара на последних этапах брожения может очень сильно мешать этому самому брожению. В процессе брожения у нас кислота будет уменьшаться. Конечно, вначале, когда спиртовое брожение заканчивается, вы вино пробуйте, оно в 99% случаев будет кислым, и это нормально. Сахар ушел, кислота осталась, но она будет преобразовываться. После спиртового брожения идет брожение яблочно-молочное. Когда вот эта самая едкая, такая жгучая яблочная кислота превращается в более мягкую молочную и формирует правильную структуру нашего будущего вина. Опять же, наша задача не мешать. Когда у нас бурное брожение завершится, когда в затворе мы увидим одинаковые уровни, мы снимаем с осадка, наливаем полную емкость, опять устанавливаем этот же затвор и оставляем при температуре порядка 20 градусов при комнате. Не надо сразу спешить выносить вино на холод, потому что там эти процессы идти не будут. Яблочно-молочное брожение может начаться сразу за спиртовым, может начаться через некоторое время. Как его увидеть? Опять же, вот для чего нам нужен этот затвор. Он нужен вам, виноделам. Вино может без него обойтись, но для вас это очень удобный инструмент, который вам дает информацию о том, что происходит с вашим вином. Чуть-чуть уровень будет сдвинут, это говорит о том, что процесс идет. Но, допустим, у вас ничего нет, как понять. Берете и пробуйте один маленький глоточек. Вы почувствуете пузырьки на языке. Если вы почувствовали, значит, процессы брожения идут. И помним, что нам нужно делать. Не мешать. И уже после того, как вот это самое медленное яблочно-молочное брожение остановится, опять у нас выровняется затвор. Вот тогда мы перемещаем наше вино на холод для вот одния винного камня. Какая температура? До минус 4. Чем ниже, тем процесс происходит быстрее. Может занять примерно 7-10 дней. Если вдруг вы по какой-то случайности сначала вынесли на холод, а потом послушали мой ролик, либо услышали о яблочно-молочном брожении, тоже ничего страшного. Выпал винный камень, сняли свинного камня, заносим вино в тепло, ставим затвор и ожидаем некоторое время. Смотрим, будут эти процессы, либо не будут. Скорее всего, что идти они будут, просто заведутся не сразу. Итак, шестой секрет. Если мы все это сделали, у нас все брожения прошли, винный камень выпал, а нам до сих пор кисло. Ну вот, тяжело нам пить такое вино. Опять же, не забиваем это сахаром. Кислоту можно убрать. Есть специальные раскислители, которые продаются в винных магазинах. Важно не применять сразу ко всему объему вина. Попробуйте на малом объеме, ощутите, как вам по вкусу, все ли хорошо, все ли нравится. Тогда эту же пропорцию добавите ко всему объему. Седьмой секрет. А как нам понять, что вино готово? Здесь нет какого-то четкого критерия. Разные сорта и разные технологии дают разные сроки готовности вин. Например, карбоническая мацерация, о которой я вам уже упоминала, дает нам возможность потреблять вина довольно скоро. Довольно скоро они становятся готовыми. Также это зависит и от сорта винограда. Есть виноград, который очень быстро дают приятные питки и вина. Есть сорта, которым надо несколько лет, для того, чтобы там все вещества правильно улеглись, и для того, чтобы нам это вино было вкусно. Тут факторов много, критериев очень много. Самое простое – это ароматные сорта, например, мускаты можно пить довольно рано, и сорта с низким содержанием кислоты тоже. Их можно пить довольно рано. Если высокая кислота, если вы долго держали на мезге и хотите получить такое мужественное ядреное вино, в таком случае ваше вино будет готово через год, а может быть даже и через два. То есть ему надо больше времени. Чем меньше мы держали на мезге, чем меньше кислоты было в нашем сусли изначально, а кислоту мы меряем вот этим прибором, пашметром, тем раньше такое вино можно пить и даже нужно пить, потому что не все вина имеют потенциал к выдержке и потенциал к хранению. Это не значит, что они испортятся, но они могут потерять свои лучшие свойства и свои лучшие качества. Секрет номер восемь тоже касается кислоты. Я о нем уже немножко упомянула. Если нам вино кажется кислым, нет смысла забивать его сахаром, потому что если это резкая кислота, то мы можем получить вино одновременно кислое и одновременно сладкое. Оно будет все равно неприятным. Сахар кислоту не убирает, он идет только немножко, немножко маскирует для наших вкусовых рецепторов. Поэтому, если вам вино кислое, то слушайте предыдущий секрет и работайте именно с кислотой. Девятый секрет. Полусухие, полусладкие вина. Мы с вами говорим о качественных винах, о хороших винах, о тех винах, которыми мы будем наслаждаться. Так вот, их получать не при помощи добавления сахара, а при помощи оставления того сахара, который есть в виноградной ягоде. И тут у нас есть несколько способов. В идеале используется виноград максимально сладкий. Виноград может набирать и 25% сахара, и выше. Если он немножко не добрал, мы все-таки хотим и определенный спирт, и определенный сахар, у нас есть два пути. Первое, виноград подвялить немножко и сконцентрировать сахар. При этом вы концентрируете ведь не только сахар, вы концентрируете и все ароматические вещества этого винограда, которые в дальнейшем попадут в вино, и которым вы будете наслаждаться. Второй вариант – это спиртование на определенном этапе. Когда мы понимаем, что нам вот этот сахар уже хочется оставить, но при этом мы знаем, что набродило спирта у нас мало, это тоже отдельный большой разговор. И постараюсь в этом сезоне снять такой ролик. Сейчас вот азы, самые основы я даю. Так вот, в определенный момент мы добавляем нужное нам количество спирта и получаем полусухое, либо полусладкое вино. Что еще важно здесь понимать, это то, что вина с остаточным сахаром могут быть нестабильными. Этот сахар, он может либо дрожжами еще сбраживаться, либо кто-то другой, какая-то другая живность в вине может захотеть его покушать и испортить наше вино. Поэтому такие вина нужно стабилизировать двумя путями. Либо добавлением серы, либо пастеризацией. Можно, конечно, еще третий вариант, тоже температурное воздействие, держать в холоде в районе 2-3-4 градусов. Если такая возможность у вас есть, то тоже можно этим воспользоваться. И еще для любителей полусухих, полусладких вин, добавлю, что наилучшая сорта винограда для таких вин, это мускатная сорта. Там получится и ароматика, и сахар идет, и это будут действительно классные, вкусные вина. И последний итоговый момент. Мы уже не выводим его в отдельный пункт, но в виноделии очень важна выдержка. И выдержка винодела. Две основных его задачи. Это не спешить и не мешать. И тогда все получится. Конечно, у каждого из вас есть выбор. Либо делать бражку по какому-то рецепту с водой и сахаром, либо немножко окунуться в вазы виноделий и сделать хорошее, вкусное, качественное вино, которым вы будете наслаждаться. Мое мнение, нужно делать хорошо, а плохо оно и само получится. Конечно, сегодня мы рассобрали только самые основные вещи виноделий. На самом деле нюансов гораздо больше и тонкостей гораздо больше. Но вложить это в один ролик получится слишком тяжело и слишком долго. Тем не менее, даже тех знаний, которые вы получили сегодня, уже будет достаточно для того, чтобы у вас получился хороший результат. Но на нашем канале мы подробно разбираем каждый из этапов виноделия и его особенности. Поэтому подписывайтесь и будем делать вино вместе. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще будет ссылка на каталог наших сортов винограды» и наш контакт. И до новых встреч!